Это двухэтажное здание на Белокаменном шоссе – то немногое, что осталось от построек усадьбы купца Ивана Гаврилова в селе Таболово, которые ранее владели Иван Морозов, бояриня Анна Хитрова, Фёдор Андрей и Пётр Апраксины и Дмитрий Трупецкой. Затем дом использовала как дачу семья Антона Павловича Чехова. А в советское время здесь была Чеховская библиотека. Недалеко отсюда находятся школы, и учащиеся ходили сюда, в библиотеку, в читальный зал, брали книги домой. Также и взрослые пользовались литературой. Кстати, храм Успения Пресвятой Богородицы, расположенный неподалеку, также относится к Таболовской усадьбе. Инициатором его строительства стал один из её владельцев – сподвижник Петра I Пётр Апраксин. Возводить храм начали ещё в 1705 году. Стройка затянулась на 16 лет. Храм построен из белого камня, из весняка. За 300 лет весняк хорошо сохранился, ни разу не было ремонта снаружи. И название Белокаменное шоссе, которое находится здесь рядом, пошло от церкви. Белокаменная, так как она. И Белокаменную Москву строили тоже из белого камня, который привозили с реки Пахра. После революции усадьбу в селе Таболово преобразовали в совхоз. Затем эти земли решили отдать под строительство московского коксогазового завода. А рядом с 1937 года начали возводить временный посёлок для рабочих. Именно здесь, в 8-я линии, дом 10, жили руководители МКГЗ – Лемешко, Гаевский и другие. А вокруг, от завода до самого Каширского шоссе, располагались деревянные бараки для рабочих. На временном посёлке было всё необходимое для жизни – магазины, баня, почтовое отделение, поликлиника и даже больница. А после работы по вечерам строители и работники МКГЗ спешили в клуб «Строитель». Сейчас это здание находится в запустении и обнесено забором. Самая первая школа для детей, строителей и сотрудников московского располагалась на берегу Таболовского пруда в одном из зданий имения. Она выглядела, как письменная буква «Т», состояла из трёх крыльев, можно сказать. В одном крыле была расположена дневная школа, она открылась в 50-е годы, а в другом, в третьем крыле, была вечерняя школа, которая открылась в 49-м году. Кстати, именно в этой школе и училась краевед историко-культурного центра Александра Михайловна Спиренкова, благодаря которой и состоялась эта увлекательная экскурсия в прошлое нашего родного края. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого.